Более 40 молодых специалистов в этом году пошли работать в Тверские детские сады. Это существенно облегчило нехватку кадров в дошкольных учреждениях нашего города, но не исключило ее полностью. Проблема нехватки работников школьного и дошкольного образования по-прежнему актуальна в большинстве регионов. Не хватает преподавателей математики, физкультуры, педагогов в коррекционных группах, нянечек в детских садах. На это нередко сетуют родители в социальных сетях и, разумеется, сами педагоги. О причинах проблемы в студии нашего канала недавно рассказывали представители Совета Федерации, Управления образованием и профсоюзов. Как удается справляться с кадровыми трудностями в областной столице, узнала наша съемочная группа. Нехватка персонала в некоторых дошкольных учреждениях не нова. Это одна из главных проблем в системе образования. Ситуация тем удивительнее, что подготовка профильных специалистов для отрасли идет полным ходом. К примеру, только из стен Тверского педагогического колледжа ежегодно выпускается порядка нескольких десятков специалистов. Порядка 50 выпускников оканчивают наш колледж по специальности дошкольное образование. И им присваивается квалификация воспитателей детей дошкольного возраста. Данная специальность достаточно востребована среди молодежи. В этом году абитуриентами после девятого класса было подано 83 заявления. Это составило 2,7 человек на место. Был конкурс. Всего по данной специальности обучается 93 студента в научном отделении и порядка 47 в научно-заочном отделении. В возрасте от 18 до 50 лет. Анна только в этом году закончила педагогический колледж. Девушке всего 20 лет. Еще будучи на четвертом курсе, проходила практику в дошкольном учреждении. Получив диплом, там и осталась. Я с самого детства, еще когда училась в школе, присматривалась за детьми, с соседскими детьми. Мне это было очень интересно, мне очень нравилось. Мне нравилось за ними ухаживать. И мне это доставляло удовольствие. Я скажу с уверенностью, что я выбрала правильную профессию. Мне очень комфортно, мне приятно. Мне нравится в этом развиваться. Елена Евгеньевна в профессии уже 35 лет. Сегодня воспитатель выступает наставником для молодого специалиста. Мой девиз по жизни – воспитывать любя, а обучать играя. Что особенно важно в дошкольном детстве. И очень хочется молодому специалисту это все передать. И чтобы она дальше пошла по жизни с таким же девизом. В настоящее время второй детский сад полностью укомплектован кадрами. Только в этом году работать сюда пришли сразу 4 молодых специалиста. Вакансий нет, рассказывает заведующий. В этом году, как никогда, наверное, волей судьбы, в год педагога и наставника, у нас вот такая вот пришла армия молодых педагогов. Для решения проблемы нехватки персонала в этом году ведется работа со студентами педагогических вузов и СУЗов. В этом случае сад становится еще и площадкой для практики студентов. Также важно говорить с молодежью, говорит Татьяна Беляева. Изначально мне почему-то казалось, что вряд ли получится заинтересовать. Но в конечном итоге мы получаем результаты. Девочки остаются, приходят в дошкольный мир. Система оплаты труда нашего города предусматривает компенсационную выплату молодым специалистам. И вот с прошлого года, с сентября, с 50% она увеличилась на 100%. В нашем учреждении ежемесячно молодые специалисты, так же, как и педагоги-профессионалы, себя оценивают и получают стимулирующую выплату по результатам труда. То есть это зависит от качества их работы. Всего в этом году, по информации администрации Твери, 41 молодой специалист трудоустроился в дошкольные учреждения города. Острой нехватки кадров на сегодняшний день большинство тверских садов не испытывают. Но, конечно, не во всех дошкольных учреждениях штат полностью укомплектован. Поэтому нередко приходится находить замены. Также известно о том, что тяжело бороться с текучкой кадров, так как костяк персонала во многих детских садах есть. Но из-за невысоких зарплат, большой ответственности и существенной нагрузки на воспитателей не все сотрудники, особенно молодого возраста, держатся за свои рабочие места.